Доброе утречко всем, мы тут завтракаем. Димка улез туда. Смотрите, что я вижу. Вот там спала вот эта вот штучка, и на них хрюня качается. Просто вот это вот оно покрывало, такое скользкое, но не нравится котам. И Миша вообще никак не хотел-то ложиться, и Митя. Сейчас смотрю, оно от ветра упало, и Миша там уже загорает. А кресли довольны, качается. Прыгнул, видите, он раскачивается немножко. К кошкам счастье. А Митя сейчас только убежала туда, расплющился так смешно. Они с утра уже ранее вы гуляют. Они туда-сюда ходят, туда-сюда ходят в обед, приходят домой и несколько часов спят. А вечером у них опять гулянка. Сейчас еще утренняя у них не закончилась. Цветочек мой красивый. Кстати, сегодня на улице уже потеплело. Не знаю, скоро, наверное, его посадить надо, потому что ночью он у меня в прихожей ночует. Ну, я думаю, что уже можно его будет, наверное, и высадить. Красавчика моего. Так, ломбу. Сегодня первое кормление уток этой весной. Ну, ты понисть, что-то сразу кидаю, а то чайки тут. Вон, тут куча-куча, куча чая, куча всего. Ну, уточки-уточки наши. Такие жирные утки, да, смотрите. Жирный такой. А вот этот вообще жиробас. Гуляли где-то. Да-да-да. Жиртрестика. Он там такая носатая плывет. Сейчас буду помогать, кормить батоном. Адресно. Адресно, да, надо адресно. Чайки сейчас съедят. Обед у соседей. Пирог с курицей с яйцом. Пирог с курочкой и с манго. Вкуснятинка какая. И салат краповый. Так что всем приятного аппетита. Девчонки, всем привет. Сегодня видео будет о парфюмерии, которую подарил мне Рудольф. Парфюм покажу. Который он привез мне с Турции. Скажу сколько стоит. И мои заказы с Озон и Балбарис. Давайте начну с заказа с Балбарис. Покажу, что обычно я заказываю. Я очень часто беру котикам вот такой Пипи Бэнд. Обрала на Озоне. Но теперь на Озоне он полторы тысячи триста стоит. И я стала заказывать уже с Валбарис. Сейчас стоит 585 рублей. Очень хороший наполнитель. Но где-то 10 килограммов. Хватает его, правда, на неделю мне. Заказала две штуки. Обычно вот у меня один приходил, знаете, как рваный немножко. И сыпалось. Сейчас они в упаковках. Я, к сожалению, уже дома. Они в машине, то есть они в целлофан стали. Вот так покажу. В такой целлофан обертывают, запаковывают, чтобы не рвалось. Молодцы. На Валбарис они стали делать не просто вот эту упаковку, да, и с нее все сыплется. А именно так хорошо-хорошо запакованы. Так что большой плюс. Буду продолжать заказывать. Девчонки, если знаете какой-то аналог комкущегося наполнителя вот такого, да, вот. Пипи Бэнд. Чтобы хорошие комочки были, все такое. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что, ну, цена действительно очень так это подросла. Раньше брала по акциям. Сейчас все дороже и дороже стоит. Я беру сенсацию свежести. Поэтому она дороже, чем классик. Ну, вообще все дорого стало стоить. И хочется, конечно, дополнитель не такой дорогой. Может, какой-то аналог есть что-то бюджетнее. Я продолжу. Теперь хочу показать. Свалберис я заказала еще себе. Вот вскрывала, кстати, смотрела. Знаете, это гель-лак скульптурирующий. Но его можно проверить только на брак. Чтобы, знаете, если домой принесете какой-то лак, если заказываете, чтобы не получилось. Вы принесли домой, открыли. Он сухой. Принесли туда опять пункт. Сказали, что он был высохший. И доказывайте, что он высох у вас. Ну, не у вас, а там, да. Поэтому я вот все открыла. Я, честно, ожидала бутылочку побольше. Хотела скульптурирующий гель-лак. Гель для наращивания. Вот 10 мл я не обратила внимания, что он вообще настолько маленький, прозрачный. Ну, получается, как тревела-версия подойдет. Видите, он совсем малюсенький. Я даже не знаю, с чем сравнить. Но, в общем, маленький. Он, конечно, был запаян. Вот здесь, видите. Но я его приоткрыла, посмотрела, что он жиденький. Хорошо. Он такой густой довольно-таки, но маленький. Да, получается, как тревела. Да, только кисточку надо брать, обезжириватель. Обычно я укрепляю такими гелями, как сказать, гель-лаками на такой основе, как бы это сказать. Слушайте, девчонки, я забыла, кстати, заехать на почту. Там как раз меня ждут два гель-лака в форме укрепляющих, да, скульптурирующих в форме лака. Вот как я забыла, представляете? Вот так вот. Ну, ладно. Ничего страшного. Заеду в другой раз. Потому что просто там пункты находятся рядом. Ну вот, а здесь я попробовала все-таки заказать. Хотела на Валборис поискать, но нет. И заказала в итоге на Валборисе вот такую вот баночку. Ardi Coco, да, вот это вот. У меня как раз вот такой фирмы. Вот они в виде тюбика обычного лака с кисточкой ты наносишь. И вот укрепление такое можно даже нарастить. Но у меня один уже так загустел, второй уже заканчивается. И вот я две баночки заказывала, решила вот такой взять. Но для него нужна отдельная кисточка, да. Это очень так геморройно, особенно где-то в дороге, если ты где-то отдыхаешь. Ну ладно, хоть такой пусть будет. Я думала, что он будет больше бутылочкой, но он недорогой. Так, следующее. На Валборисе, девчонки, буду сразу говорить. Решила заказать шейк. Вот эти вот духи. Это такая ручка 20 мл. Это номер 265. Вот не знаю, там 635 рублей всего стоило под лос черри. Вот я уже открыла, побрызгала. Честно, я в шоке. Я столько вот выписали, я читала, что шейк это какие-то там, ну, как бы аналоговая парфюмерия. Думаю, она такая дешевая. Что-то должно быть нормальное. Пшикнула на руку, но это действительно дешевая. Ну вот я не знаю, знаете, как сказать? Вот когда ты заходишь в какой-нибудь отдел на каком-нибудь рынке, где вот стоит вот какая-то там лариф, вот это вот что-то такое непонятное за 120 рублей, там за 200, да. Вот это из ряда вот этого. То есть, ну, ну тут не букета, тут вообще ничего нет. Вот ты пшикнул, и даже как-то особой спирта нет. И вот на монотонный какой-то вот, ну, под лос черри, типа, под Том Форд. Да, я хочу себе пробничек купить оригинала. Я помню, мы тестировали с Руди, в каком-то Дути Фри мы тестировали. Там были, да, вот эти вот Том и Форд. Вот, и он стоил что-то тогда еще, как бы, когда еще курс там был другой. А 27 тысяч, я помню, мы там на отбрызгались, думаю, что ж такое прям безумно дорогое. Вот, но и как-то был запах такой красивый, но дороговатый, да. Вот, и я решила, думаю, ну вот попробуй, что такое шейк, потому что многие в комментариях мне пишут шейк, шейк, шейк. Вообще, там, думаю, ну возьму этот, и вот якобы похож. Ну, девчонки, ну правда, это вообще, это такая дешевая помойка. Я не знаю, может, конечно, там в бутылках они, вот в банках они более, лучше звучат, а вот это вот вообще ни о чем. Ну, и говорят, что сейчас шейки подорожали. Думаю, если сейчас подорожали, то сколько же они стоили? Вот цена 200 рублей за, ну, литр, да, называется, за бочку. Ну, реально, фу. Это, знаете, очень дешево, очень плоско, и прямо сплошное расстройство. Даже если мы берем аналоговую, ну, какую-то вот номерную парфюмерию, то даже вот с этим, вот каким-то, да, вот моим за 4 тысячи не сравнится. Мне кажется, даже если Es Parfum взять, то он будет лучше звучать. Девчонки, напишите мне в комментариях, ну, реально, я вообще в шоке. Я ожидала там, несколько видео посмотрела у разных блогеров, ну, знаете, просто там загуглила, шейк, шейк, все там, ого, хвалят такое божество. Ну, блин, ну, это такая вода дешевая, без букета, без всего, такая плоская, пресная, ну, не знаю, еще и я не могу сказать, что он стыка. Не знаю, где-то вот здесь, да, есть такой легкий масляный. Ну, короче, девчонки, ну, это вообще, это очень дешево, и это вообще не серьезно. Знаете, даже вот вообще абсолютно не серьезный аромат, это просто выкинуть по майку. Ну, серьезно, вообще, даже дома пользоваться, это, я не знаю, так мягко сказать, себя не уважать. Вот просто, вот можно купить любое, вот, воду какую-то где-то, да, брызгаться ей и считать, что ты там ниша. Это даже близко не парфюм, близко не люкс, это близко ни о чем называется. Даже не близко ни о чем, а очень далеко. Серьезно, вообще, настолько, это, знаете, все равно, что, ну, фабрика Новая Заря, перемешивать, да, вот это там же тоже был под Шанель Шанс, там Шансонет, или как-то Шансонет. Вот тоже самое, плоская, дешевая, за 170 рублей, вот тут тоже самое, вообще, все, короче, я просто аж это обалдела, понюхала. Боже мой, как такое вообще можно воспринимать, как за парфюмерию, ну, только если у тебя совсем, ну, девчонки, ну, серьезно, без обид, да, вот, если у тебя, ты не работаешь, у тебя там пособия, да и пособия даже нет, да, и тебе кто-то там, не знаю, подарил денежку, ты пошла, купила, чтобы хоть чем-то душиться, да, вот только из разряда этого. Все остальное можно купить, можно купить более лучшую номерную, там, какую-то парфюмерию, еще что-то, ну, чтобы хоть на парфюм было похоже, а не на, я не знаю, что. Можно Эйвен купить, можно Арифлейм купить, они гораздо богаче звучат вообще, в принципе, ароматы, да, тут не надо к аналогу придираться, никакой-то не Лост Черри, и даже близко намека на него нет, это какая-то вода помойная, все, в общем. Вот мое мнение, честно, ну, просто, я настолько в шоке, даже от Эспарфюм такого не чувствовала, настолько вот, ну, дешевой воды, нет никаких аналогов еще в жизни такого вот, вот это новая заря, шансонета, шансонита, как бы, да, вот это вот, вот типа Шармель, там, я не знаю, как они там назывались, вот в каких-то страшных бутылках, вот-вот-вот, оно об этом. Вот, а я, в принципе, ожидала, что что-то, оно где-то будет отдаленно звучать, я понимаю, что такие деньги можно не ожидать, но прям досмотрелось видео, что прям, ну, вообще, те сидят там еще по низку бутылок, купят, думаю, бог ты мой, как вообще это можно назвать парфюмерией, купите лучше Эйвен или Арифлейм, там гораздо более красивый букет, ну, это вообще все, по-моему, фу, фу, даже в туалет брызгать не хочется. Вот, ладно, теперь о другом, еще, у меня вот такой вот крем, я его в пятерке покупала, помните, я вам рассказывала, давно показывала, вот уже снова купила в пятерочке, потому что этот крем продается в Испании, в Испании он стоит, по-моему, в Меркадоне, две баночки за 3 евро, насколько я помню, ну, раньше стоило так, они там запаяны, и вот получается 1,5 евро баночка, или 1 баночка 2 евро. У нас стоит 200 рублей в пятерочке, вот там 199 рублей. Я купила одну банку, стала тратить, и поняла, что сейчас в Испании вряд ли что-то нам привезут, это оливковый вообще вот такой крем, очень большая банка, он такой приятный для тела, 250 миллилитров, он очень хорошо впитывается, он мягкий, он не загустевает, как очень многие кремы. Нивея, например, вот похожая по запаху, но она густая, она тяжелая, да, и ты намажешь прямо вот как жирное какое-то пятно, то есть только пятки мазать Нивея, вот это вот более легкое такое. Субстанция, которая не густеет, в общем, оливка, да, вот я пишу, вот так покажу оливку, вот, девчонки, кто в Испании, у кого есть возможность, покупайте, берите. Я как-то давно хотела в ручной кладе провести вот такую банку, там замотала, конечно, все это нашли, увидели, мне забрали, я расстроилась. У меня просто багажа не было, то есть у меня был билет без багажа. В ручной кладе такую банку не перевести, конечно, то есть там до 100 миллилитров, может, да, здесь 250. Вот, в общем, я купила, и тут сегодня мы еще заскочили в магазин там, ну, рядышком, в пекарне нашей, вот как раз я купила последнюю баночку еще себе, про запас пятерки все больше нет вообще, девчонки, если в ваших пятерках есть, затаривайтесь, потому что, конечно, сейчас уже все, да, уже ничего не будет нам поставляться оттуда, да, и вряд ли пятерочка будет это завозить. Так, давайте дальше, с Азоном мои заказы. Пакетики в Азоне дают, на Валборисе, конечно же, жадные какие-то там пакетики, я не знаю, ну, по крайней мере, у нас на Валборисе как-то что-то плохо с пакетами. Так, Азон. Азон я сейчас ножницы найду и распакуем. Заказала я сухой шампунь. Прелесть вот этот вот, я очень люблю сухие шампуни, во-первых, они поднимают волосы, во-вторых, если волосы не помыл, конечно, это вообще очень такое спасение, да, на темных волосах нет, потому что белая белесость оставляет на светлых волосах, особенно если корни тимни начинаешь засветлять, чуть-чуть так спотрошил и все, то есть, во-первых, приподнимают немножко, объема дается. Я, по-моему, брала что-то, а, экстра фреш, нет, я не это взяла, не, в общем, не знаю, не объемный. А люблю еще, вот знаете, иногда даже на чистые волосы нанести, придает объем такой вот, ну, чаще, конечно, там уже бывает, если не помыть волосы, да, бежишь куда-то, торопишься, пока ты помоешь, пока ты будешь укладывать, полдня прошло, а тебе нужно быстрее, поэтому спасает меня, особенно еще беру в дорогу, вот у меня в основном в дороге тратится, куда-то еду, если мыть лишний раз сушить, да, вот как-то вот проблемно, волосы жрятся, очень спасает. Но я люблю, знаете, какой, я люблю балари, помните, я вам вылыбки радуги показывала, они так подорожали, я не знаю, вылыбки радуги я уже давно не была, а вот они на зоне продавались, такие цены безумные, уже там за 600 рублей с лишним, а вот этот 300 с чем-то, я его один раз покупала, не хотела больше брать, но на самом деле он очень хорошо чистит, именно вот высушивает волосы очень сильно, если у вас жирные, это про него, вот, прелесть вроде, но на самом деле оказался очень-очень неплохим, так что, в общем, купила бутылочку, куда-нибудь в дорогу, так, еще, кстати, давно покупала вот такой вот, у меня вот остался, использую, не валаре, вот это вот, оливия, это и фикс прайсинг, вот сейчас нету, сухой шампунь, на самом деле он очень плохой, он стоил 100 рублей, и он очень плохой, он вообще не справляется, ни объем не придает, ничего не посушивает, по бутылке вылил, что-то там у тебя аж какое-то мокрое, какие-то комья, но, в общем, вот этого вот, россыпи нету, в общем, слепая, слепляет волосами, ничего хорошего, так что, ссылки я вам оставлю на все, что заказывала, если что-то забуду оставить, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, я тогда под видео вставлю ссылочку, потому что иногда забываю, девчонки, извините, я не специально, так, значит, ты купила я вот такие вот, тоже на озоне, упаковки, не упаковки, а для сумки, чехольчики, знаете, для хранения, потому что часто их нет, я думаю, где бы мне купить, вот мне нужно вот эти вот пыльники, знаете, для сумок, чтобы хранить, потому что у меня они в полке, хранятся друг на друге, и думаешь, ну вот, как бы, знаете, она одна другую трется, например, светлая с красной, там может, чуть-чуть подкрасился, ого, где-то царапнуло, да, окрасился, вот, поэтому думаешь, или вот, ну, в общем, не очень, думаю, так, надо купить пыльнички, я вам сейчас покажу, я купила три разных размера, я вам ссылки тоже оставлю, эта фирма только на озоне, на Валборисе и Скала, продается только фирма Гауде, ну, какая разница, то есть, одна упаковка стоит 300 рублей, то есть, в ней два пыльника, и они разный размер, вы подбираете уже по размер сумки, не знаю, какой этот конкретно, сейчас я посмотрю, просто два маленьких мешок, мужской, женский, сумки, обувь, чехол, текстиль, ну, в общем, довольно плотный, видите, вот такое вот, это хорошо, ну, и немножечко он, как бы, светлый, да, через него, может быть, видно будет, что туда положишь, например, какой-нибудь там рюкзачок, сумочку, они есть маленького размера, есть среднего и есть большого, и вот в каждой упаковке по две штуки, и 150 рублей, в общем, одна штучка, получается, примерно, да, поэтому я считаю, что цена очень хорошая, убрал в пыльник, и все, я хотела какой-нибудь черный или какой-нибудь белый там льняной пыльник, но поштучно, а не оптом, вот загуглила в Санкт-Петербурге, я нашла только на Валборисе и на Озоне, но заказала вот с Озона все целиком, потому что на Валборисе только одна, один размер, а на Озоне все три, так что у меня три разных, видите, да, вот, в общем, хорошая вещь довольно-таки, чтобы хранить сумочки, потому что, ну, очень часто сумки продаются без этого, так, и, девчонки, еще, очень много генических средств не продаются в магазинах, не могу найти, да, у нас пропали, но на Озоне еще есть, в общем, я купила себе вот такие вот мои любимые, ну, конечно, они помятые пришли, явно они, потому что, видите, мятые-мятые со склада, либрес, прокладки, вот такие вот, в общем, тоже такое себе, они как бы типа ежедневки, на самом деле не сильно ежедневки, а как бы, скажем, как сказать, если вы пользуетесь прокладками, да, и когда у вас критические дни либо только начинаются, либо вы их ожидаете, либо там, да, не знаете, когда начнутся, чтобы не запачкать брюли, когда уже заканчиваются, то тогда вот такие вот спасают, они довольно тоненькие, то есть, ну, небольшие, то есть не надо там что-то себе, ну, в общем, класть себе какие-то большие и не надо, в общем-то, ну, если что, они спасут на первые, вот, как только вы там чувствуете, что начинается, да, вы где-то там поехали по работе, по делам, чтобы не запачкать белье, можно уже потом поменять там на большую, да, прокладку, ну, в общем, вот такие, хватает их надолго, потому что здесь упаковки 40 штук, они приятно пахнут, с аловией, ромашкой, мне они нравятся очень, вот, и как дежурные такие, вот, и хотя тут написано ноль ароматизаторов, но реально с запахом, да, такие помятые, ну, ничего страшного, в общем, люблю-люблю, очень хорошая ферма, хорошо они клеятся к белью, и, ну, в общем, этих мне хватит, довольно надолго их хватает, вот, поэтому увидела, что они появились, и решила, даже или были, я не знаю, ну, сначала какое-то время долго их не было на зоне, потом я смотрю, просматриваю, вот они появились, я решила заказать одну упаковочку, думаю, ну, сразу 10 штук заказывать на 100 лет, конечно, смысла нет, вот, когда-нибудь кончится, ну, если что, я думаю, там уже ситуация изменится, или где-то я найду аналогичную замену, ну, пока эти есть, и пока они стоят недорого, да, как бы, там, 200 с копеечками, ну, как обычно, да, везде в магазинах, все нормально, сейчас, кстати, генические средства очень сильно подешевели, да, и тампоксы даже уже есть, и очень дешевые, сначала был вот этот ажиотаж, все разобрали, сейчас все появляется на полках, и все нормально с этим, так что вполне, может быть, все будет, вот, может, эти средства генические отнесут, там, к лекарствам будут абсолютно приспокойно их возить, да, и все, может быть, все может быть, вот, так что, и заменять, может быть, не нужно будет, потому что сейчас все, конечно, все пытаются что-то, чем-то заменить, так, теперь я тогда про парфюм, так вот, в общем, Рудольф ездил в командировку, он себе купил кое-какие вещи от фирмы Пола, я уже говорила, да, и мне не купил ничего, потому что, ну, я не знала, какой у меня размер сейчас, я не знаю, какой мне брать, да, нужно там, то есть я не очень-то, как бы, в этой марке, как бы, если, знаете, вот ты покупаешь у нее уже свой размер, ты понимаешь, ты можешь попросить, ну, купи мне там футболку такого размера, купи мне то, купи мне то, покупать тоже футболку, которая мне на 10 размеров будет больше, ну, не хочется, или если я в нее не влезу, ну, надо кому-то отдавать, да, я говорю, ладно, не надо, не трать деньги, в общем, купи себе, ну, вот, и, ну, в общем-то, вот не подумала, что можно носки было попросить, да, его купить, поэтому мы носки купили здесь, в Питере, вот, и посмотрели заодно цены в три раза дороже, да, вообще, конечно, кошмар, вот, но так я просила его чемоданчик мне присмотреть, он смотрел, но чемоданы были не те, которые мне надо, размеры не те, и даже когда обратно он ехал в Дутифри, тоже было все не то, что мне нужно, он мне прислал видео, мы с ним в WhatsApp, извините, общались с видео-чатом, да, ну, в общем, ничего там не было, конечно, это тогда нужно было мне туда ехать, но это было бы дорого очень, поэтому будет возможность, конечно, куда-нибудь съезжу, что-нибудь куплю, потому что, ну, я люблю, ну, не то, что люблю шопинг, я просто знаю, что мне нужно, мне нужно чемодан, да, мне нужно то, мне нужно то, у меня просто в моем багажном чемодане, он у меня уже очень старый, ему больше 10 лет, у него вслос сорвана ручка боковая, и когда мы где-то едем, у меня постоянно злятся вот эти вот, которые, знаете, вешают вот эти бирки, они говорят, ну, а куда бирку-то вешать, я говорю, ну, вот на вот эту ручку там повесьте, и на меня так злобно смотрят, но она так сорвана, сломана, что она уже все наладан, ну, там, не то, что наладан, ее уже не прицепить, вот, что у меня же чемодану больше 10 лет, и он такой тканевый, его там весь замызганный, весь заюзанный, весь ушатанный мой чемодан, а с ручной клади вот он у меня тоже рвался, да, чемодан, вот, и, в общем-то, ну, короче, сейчас у меня проблема тоже, что вот надо мне чемоданы обновить, потому что Рудольф себе покупал чемоданчики и покупал за границей, в Европе, естественно, они там лучше, чем у нас, у нас почему-то, я не знаю, почему в России проблемы с чемоданами, ну, реальные проблемы, во-первых, дешевый Китай, который, везде Китай, но есть, как бы, фирмы, где чемодан более крепкий такой, ну, такой хороший, да, потому что я сама покупала, например, багажный чемодан раньше, у меня сломался со второй поездки, если был пластик, да, там у него наступили, он треснулся, у меня куча вещей, там, видимо, не знаю, ну, нескольких вещей я не досчиталась, видимо, что-то вывалилось, они вот замотали вот так скотчем, вот эта пленка стретчевая, и мне отдали, да, как бы, ну, с багажа смотрю, думаю, боже мой, во что превратилось, вот, потом мои молнии рвались у меня еще только не было, знаете, поэтому купила тканевый чемодан с ним, вот, он меня весь, Миша там его драл, пока мелкий был этот чемодан, вот этот у меня уже больше 10 лет тканевый, весь в потрохах, весь в каких-то зацепках, знаете, такой уже, ну, просто, ты едешь у всех в чемодан, живешь, у тебя такой протрепанный, уставший такой чемодан, у меня что с ручной кладезь, что с обычной, поэтому, и, конечно, мы говорим, ну, посмотри там, но, честно, вот, если прямо сказать, в Турции нету, ну, то есть, есть, ну, там, по 360 евро чемоданы, которые в Европе стоят, например, там, 200 евро, да, то есть, ну, вот, если про хорошую фирму мы говорим, то есть, разница значительная, а все, что там меньше, там, или около 100 евро, там все, ну, не очень, да, там, без расширения, например, в общем, ну, все не то, короче, вот, все, или размеры там, прям, совсем большие, или еще что-то, ну, короче, что-то все не то, вот, поэтому, чемоданчик тоже у меня посмотрел, ну, там, ну, это в азиатские страны заметила, там нет чемоданов тоже, это надо в Европу ехать, вот, так что я думаю, что ладно, там, где-нибудь, что-нибудь я найду, вот, и, естественно, он меня спросил, что тебе, какой тебе парфюм, он знает, что я всегда прошу парфюм, говорит, что какой тебе парфюм привезти, но я, естественно, сказала, что я давно ему говорила, я хочу Каролину Эреру Good Girl, да, и вот он мне привез, я сказала, написала ему, привези мне 30 миллилитров, но проблема в дути-фри, что я вам покажу, вот, в окончике не бывает чаще всего 37 литров, там либо 80, вот, в этих туфлях, самый, такой, максимальный объем, либо 50, вот, к счастью, было 50, он мне купил за 80, это в турецком, да, дути-фри, это безналоговая, 89 евро, ну, если мы на евро переводим, девчонки, считайте, рублю сколько, мы, естественно, не считаем ни курс Центробанка, который вообще не знаю, для кого созданный, а курс, по которому можно реально купить деньги на каком-нибудь обменнике, да, это там 90, сейчас, по-моему, 90, ну, около 5, да, по-моему, что-то такое, 94, что-то, что-то в таком духе, вот у нас 94, по-моему, 94 с половиной, вот, в общем, 89 евро 50 миллилитров, это в дути-фри, значит, парфюмчик шикарный, такой, это, знаете, называется цветочно-восточный, да, у меня 50 миллилитров, ну, вот, к сожалению, да, мне, вот, не очень нравится, вот это, вот он большой, да, вот этот туфля, ну, в какую сумку я его положу с собой, ну, не в какую, да, а в 30 миллилитрах у них снимается вот эта крышка, да, вот, ее можно оставить, отложить, и вот эта вот часть остается с вами, да, можно в сумочку положить, здесь же нужно сжимать на туфлю, как бы, вот, как в 80, так и в 50, то есть туфля красивая, на полку поставить, да, пользоваться дома, но, чтобы носить с собой, нужно вот левант, поэтому, конечно, все сказано, но вот проблема с флаконом, красивый, да, но, опять же, не носибельный в сумке, да, девчонки, а все-таки парфюмчик надо, чтобы был, чтобы можно было его обновлять, в общем, так, что я хотела сказать, когда ты его на себя наносишь, стартует он сначала таким лимоном, ну, цитрусами, лимонный, мандарин, я не знаю, в общем, все, что цитрусовое такое потом, на мой взгляд, вот у меня, кстати, вот на этой руке он переходит в какое-то что-то цветочное и миндальное, вот, и заканчивается ванилькой, скажем так, вот такой ванилью, приятным мускусом, естественно, мускус прям в серединке, буквально вот сначала цитрус, стартует и через минутку уходит вот в это уже, в какую-то миндальность, цветочность и мускус, да, и добавляется ваниль, очень красивый, очень приятный, носила уже пару дней на себе, я очень довольна, хотела его, да, вот несколько раз тестировала, все, вот раньше, кстати, я его терпеть не могла, мне казалось слишком мускусный, сейчас мне он прям вот, мне заходит, да, прям вот этот мускус мне очень-очень нравится, но он, я не могу сказать, что прям он сильно приторно-сладкий, тестировала еще красную туфельку, я хочу себе красную туфельку, очень тоже там, теперь еще хочу туфельку красную, потому что она более такая ванильная, более какая-то вот, прямо, ну, послаще, да, какая-то, и мне говорят, что она очень похожа на Делину, значит, так, девчонки, Делина, да, Делина Ля Рос, я уже про ее, про, так, Делина, вот эта вот, Делина обычная, видите, я ее даже особо там попшикала буквально чуть-чуть, я задыхаюсь, для меня она слишком тяжелая, то есть она слишком мускусная, не могу, как бы, она тяжело мне носить такое, тогда как Делина Ля Рос, видите, сколько я уже истратила, она более свежая, чистая, и такими приятными нежными розами, прям вот такими красивыми, вот более носибельная, меньше вот этого тяжелого мускуса и всего остального, но именно вот писали мне в комментариях, и я уже зашла на фраграмтику почитать, там тоже пишут, что, мне пишут там, на какие ароматы похожи, да, я кликнула, там, похож на королевную Реру красную туфельку, ну, может, сильно немножко похож, потому что я тестировала в магазине, но я не знаю, я же дома так не наносила, не сравнила, так что я очень хотела бы вот купить вот эту вот 30 мл красную туфельку, но хотела на рандеву купить, у них нет наличия, потому что 30-ки разбирают очень быстро, опять же, видимо, из-за того, что можно носить сумочки, снимать вот этот каблук, а вот уже большие флаконы, ну, во-первых, дорого стоят, дороже, да, а во-вторых, ну, ты будешь долго тратить, так как душистый и насыщенный аромат, я покупаю обычно 30-ки, во-вторых, да, опять же, в сумочку не положить, так что я очень расстраиваюсь, рандеву пока нету, а в других магазинах зашла, вот там, по-моему, Духи и еще Майс Цент, там, кстати, цены подороже, потому что там нет этих промокодов, а если даже с промокодом на Духи и РФ что-то дороже получать, всем какие-то цены, ну, потому что с парфюмерией сейчас дефицит будет, да, она же французская, и вообще доставить сложно будет в России, так что, в общем, ну, будут проблемы, да, как бы, и остатки, видимо, сейчас продаются, но в Европе, я не знаю, это если ходить только просто по каким-то магазинам, и там искать 30-ки, да, но там всегда, вот, я не знаю, вот если брать Финляндию, Эстонию, почему-то там в магазин заходишь, и там буквально один-два флакона, нет такого богатого выбора, как у нас, это, видимо, у нас девушки душатся, а там очень не душатся, понимаете, для них парфюмерия, это, видимо, такая редкость, один флакон там на 10 человек, поэтому там вообще как-то вот выбор, вот стоит, например, какой-то флакончик, вот один, и все, да, и вот просто один флакон, вот стоит аромат, и один флакон одного объема, ничего больше не стоит, им больше ничего не надо, видимо, ну, кому надо, тот купит, кому не надо, и не надо нам затаривать в магазин, потому что очень мало берут, вот мое мнение, потому что я вот ходила, столкнулась с таким, вот, если в Дути Фри ты заходишь, там все-таки есть выбор даже парфюмерии какой-то богатый, но там тоже, да, в основном, средний, большие флаконы, маленьких крайне мало, не всех ароматов, в основном все большое, вот, то же самое в Таллинне и в Хельсинки, да, то есть вообще проблемы прямо, прям реальные проблемы, купить маленький флакончик прямо проблема, у нас, пожалуйста, маленький флакон, ну, сколько угодно, да, потому что все сумочки носят, ну, в общем, не знаю, либо там, если женщина берет, так она берет себе там вот один, там, большой, ну, не знаю, как она сумки носит, не обновляет, Я не знаю, девчонки, честно Как-то меня немножко это расстраивает Но буду искать красную туфлю Буду ждать, когда она на РДУ появится И буду там покупать Там еще есть аромат, который мне нравится И он стоит, и хорошо Я посмотрела его тоже, сравнила с другими магазинами Цена у него прям отличная Но мне как-то вместе С пробничком, который я хочу не набрать На бесплатную доставку Ладно, я сейчас думаю, бесплатная доставка В РДУ от 5 тысяч Естественно, жаба душит за доставку платить Поэтому я подумаю Я думаю, что я, наверное, закажу Но мне нужно просто морально созреть пару-тройку дней Вот, так что вот Еще хочу, кстати, аромабоксы там потестировать Ну, посмотри, точнее, не потестировать, а посмотреть Можно что-то выбрать Потому что аромабокс, конечно, очень хороший вариант Когда ты там не хочешь душиться каждый день чем-то Но у тебя, знаете, вот такой момент Ты можешь купить себе кучу люкса Кучу всего, но вот эти вот ароматы, которые ты не очень понимаешь Купи себе кучу аромабоксов Но ты можешь понимать, что у тебя есть Этот оригинальный аромат Пусть он даже в небольшом пробничке Но его хватает на несколько дней Даже дней на 5, как минимум Даже, может, побольше Полноценного использования И ты понимаешь, что у тебя он есть И ты, если захочешь, можешь его нанести на себя Открыть просто из коробки Да, там, подушиться Блин Вот, так что Сейчас я к халтат найт Разношу он у меня в ванной Тоже так на ночь брызнула Один раз брызнула Рудольф сказал, что на руку брызнула И он мне утром Что так вкусно пахнет Что так вкусно пахнет Все прям Зачем у тебя рука так вкусно пахнет И я такая к халтат найт И вот я его пытаюсь так вот Брызнуть на себя И поносить немножко Потому что я помню, что раньше Немножко мне тяжеловато было Но я понимаю, что раньше Я наносила очень много, девочки Когда ароматы насыщены Один пшик Максимум два Но лучше один Знаете, иногда вот такие ароматы Вот одного за глаза, за уши хватает Пшика Больше не нужно Вот Ну, девчонки, все На сегодня у меня все Я в Амазон Валбарис И свои покупочки И тот подарок, который мне сделала Рудольф Показала Сниму потом ароматы, которыми я пользуюсь Сейчас в мае И, в общем-то Довольна У меня есть такие хотелочки Которые уже реально я хочу ароматы Да, это вот я сейчас реально хочу красную туфлю Я прям вот реально понимаю, что я хочу Еще несколько ароматов Которым пока говорить не буду Потому что я еще не ради Ну вот Они не новые ароматы совершенно Абсолютно Они вообще там мохнатых лет И я просто не знаю Хочу я их точно или нет Или они все-таки сильно ретро Не знаю Красную туфлю очень хочу Но хочу 30 мл 50 мне не надо И из-за того, что мне ее некуда положить Вот реально некуда положить И переливки вот эти вот Амазеры Мне немножко подбешивают Потому что я оставляю этот Амазер Потом второй Потом третий Потом уже не помню, где у меня что И, ну, в общем Нет, я хочу, чтобы у меня был флакон Потому что, говорю, 30-ку Ее легко снять И спокойно положить в сумму Потом опять поставить Дома на полке Все красиво стоит Вот И тогда аромат и тратится медленно И ты прям с флакона душишься Все красиво И ты его обратно поставил Он больше не выдыхается Потому что в Амазерах Все-таки он выдыхается Кстати, вот мне еще что нравится Вот в этих, например, пробирках стеклянных Ничего не выдыхается Они вакуумные Конечно, если вот Амазер Еще не протекает со временем Ну, в общем, они больше выдыхают Ладно Вот И мне жалко просто, например Ты бывает ароматом пользуешься Зимой, летом не пользуешься Когда ты полез уже к осени Например, летом не пользовался Полез, а у тебя уже там Весь атом высох Вот Тоже такое расстройство Просто аромат в никуда Вот Поэтому В общем А цена немаленькая Поэтому я за тридцаточки Но пятьдесятка Если аромат легкий Тогда за пятьдесятку Потому что тридцатки Будет, ну, совершенно мало Вы быстренько стратите И не поймете Вот Напишите мне, пожалуйста В комментариях Свои умения Надеюсь Мы встретимся завтра Я вас целую Желаю вам отличной погоды У нас погода прекрасна Здоровья И всего самого лучшего Целую Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok